Другие тащат зашкварник. Это пса. Пошли. Все, чуть-чуть. Чуть-чуть. Идем. У наших соседей в холодном Нижневартовске дворняжка провалилась в глубокий бетонный колодец и отчаянно барахталась в ледяной воде. Мимо проходила бортовчанка Юлиана. Добрая самаритянка услышала жалобный скулеж. Заглянула в колодец и вызвала спасателей МЧС. Продрогшего пса на веревке вытащили из подземелья. Перепуганная собака не агрессивничала, но и добровольно идти в тепло не захотела. Упиралась как могла всеми четырьмя лапами. Но Юлиану собачьи нехочучки не остановили. Женщина с помощником взяли упиравшегося пса за шкирку, ошейника на собаке не было, и затащили в подъезд. По дороге Юлиана даже споткнулась, но сочла это обстоятельством несущественным. Простите. Заходи. Пожалуйста, заходи. В тепло. К утру дворняга обсохла, согрелась, и ее выпустили во двор. В общем, внеурочно в преддверии крещенского сочельника у безродного пса случилось нежелательное погружение в коммунальную Иордань. И вся эта канитель приключилась во дворе девятиэтажки с номером 9 на улице Профсоюзной. Судя по всему, пес провалился в пожарный водоем и чудом не поранился от трубу, торчавшую из колодца, который почему-то не был закрыт сверху люком. А ведь на месте дворняжки запросто мог оказаться ребенок, и он тоже мог провалиться в подземелье с ледяной водой. Но чудом удалось избежать беды.